Всем привет, дорогие друзья автомобилисты! Решил сегодня продолжить отвечать на ваши вопросы. Вопросов сегодня достаточно много. Один из них, кстати, очень интересный вопрос. Алекс Луна. Доброго вам дня, Алексей. Помогите мне, пожалуйста, понять, в чем причина. Машина ВАЗ-2112, 2007. Буквально 2-3 минуты стою в пробке. Машина сразу закипает. Полностью поменял систему охлаждения. Полностью, большими буквами написал человек, ничего не осталось. Но все равно через 2-3 минуты закипает. Вентилятор включается от 120 градусов. Как исправить это? Друзья мои, причина закипания двигателя вашего автомобиля может быть не в системе охлаждения. То есть многие сразу начинают винить радиаторы, многие начинают менять термостаты и всякое такое. Допустим, там печки, трубки, шланги, что-то еще. Но причина может быть совершенно в ином. Причина может быть в вашем двигателе. Если у вас сразу закипает двигатель, то есть очень большая вероятность, что у вас пробита прокладка головки блока цилиндров. Или, допустим, где-то повреждение микротрещины в головке блока цилиндров. Идет завоздушивание вашей системы. Это приводит сразу к моментальному закипанию. Но это если автомобиль просто закипает, скажем так. Вот не то, что именно индивидуально, к примеру, когда вы стоите в пробке, или когда вы двигаетесь по дороге. Вот именно с определенной периодичностью. Но то, что касается вашей ситуации, это, я так понимаю, закипание происходит именно на холостом ходу. Здесь очень сильно похоже на то, что ваш насос, то есть ваша помпа, нормально не отрабатывает. Если вы говорите, что вы все поменяли, значит, вы что-то поставили не совсем корректное. Многие сталкивались с такой проблемой, когда водяной насос недостаточно прокачивает на малых оборотах. И получается так, что образовывается застой. Застой в двигателе. То есть циркуляция охлаждающей жидкости нарушена. Это приводит к тому, что двигатель начинает закипать именно на холостом ходу. Но когда вы начинаете двигаться, когда вы увеличиваете обороты двигателя, соответственно, это нормализует циркуляцию вашей охлаждающей жидкости. И таким образом температура двигателя начинает постепенно снижаться. Ну и еще один момент, который может приводить к такой ситуации, это у вас неправильно работает датчик температуры, который включает вентилятор при 120 градусах. 120 градусов это уже температура кипения антифриза. Как раз он включается уже поздно. В первую очередь, обратите, конечно же, свое внимание на датчик температуры. При необходимости его замените. Мы недавно столкнулись с такой проблемой, когда подключили сканер к ВАЗ-2109 инжекторно, и датчик температуры показал температуру минус 20, при том, что на улице было более плюс 20. Вот представьте, насколько этот датчик температуры врал. И, кстати, из-за этого некорректно срабатывал вентилятор охлаждения. Мог включаться очень поздно, а мог вообще не включаться. Вот такие вот возможные причины неисправности вашего автомобиля. Друзья мои, из-за сложившихся ситуаций многих разбросало по разным частям света, и у многих остались люди, допустим, вот одни на одной территории, другие на другой. Допустим, один в Украине, другой в России. Или, к примеру, в ЛДНР один, другой в России. Или в ЛДНР другой в Украине. То есть, не важно где. В Украине, в России, ЛДНР. Но банки отключили, как вы понимаете, переводы. И передать, допустим, какую-то материальную помощь своим близким сейчас затруднительно. У меня есть уникальная возможность помочь вам в этом. Если вы нуждаетесь в такой услуге, то обращайтесь на вот эту вот электронную почту в виде бегущей строки. Пишите, я вам все расскажу, как это все делается. Все очень просто. Мы помогаем людям. Надеюсь, друзья мои, этот видеоролик для вас оказался полезным. Если это так, обязательно ставим палец вверх, подписываемся на канал. И не забываем нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Друзья мои, обязательно подписывайтесь на мой канал в Дзене. Вот QR-код, направьте камеру мобильного телефона на этот QR-код и перейдите по ссылочке, подпишитесь. Если вы смотрите меня с мобильного телефона или с планшета, то под этим видео в описании есть ссылочка. Также нажмите на нее, перейдите, подпишитесь на мой канал Дзен, чтобы мы всегда оставались на связи и не потерялись. Будьте здоровы, задавайте вопросы в комментариях. Субтитры сделал DimaTorzok